Слушай приказ, все повестки по нашему району разослать всем в вайбере. Нету вайбера в ДИИ, нету ДИИ в Телеграме, в любом мессенджере. Всем разослать, в конце этого видео отчитаешься. Так точно, бегу рассылать. Всем привет! Данное видео будет про электронные повестки в военкомат, повестки в мессенджерах и повестки в ДИИ, которых сейчас все так сильно боятся. Обсудим, насколько это реально и какие возможны с этим проблемы. А в конце данного видео для тех, кто его досмотрит до конца, ждет сюрприз. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой Телеграм-канал, ссылка в описании видео. И с вами я, адвокат Вера Тарасенко. Повестки в мессенджерах, повестки в ДИИ 2023, законодательные трудности их внедрения. А вы уже стоите в очередь за новой сим-картой? Я думаю, многие поняли мой намек. В военкомате решили, что контактные данные, телефоны военнообязанных у них есть, собранные. Поэтому почему бы и не начать рассылать электронные повестки в Вайбер или в Телеграм? И как мыслит обычный обыватель, который боится получить данную повестку? Правильно. Он просто сменит номер телефона и ее не получит. Когда по новостям сказали, что повестки будут приходить в электронном виде через приложение ДИИ, то многие что сделали? Правильно. Удалили ДИИ со своего телефона. Это же касается и телефонов, и их номеров, и сим-карт. Более того, в Украине до сих пор не существует единого реестра военнообязанных. Номера телефонов у нас к паспортам не привязаны. Так если нет реестра, о каких электронных повестках может идти речь? Для того, чтобы внедрить повестки в Телеграм, Вайбер или в другие мессенджеры, нужно создать электронный реестр военнообязанных, провести верификацию их мобильных телефонов, фиксировать факт отправки и получения ими повесток, в конце концов, брать с них заявление с согласием получать повестки на данный номер телефона. И только тогда можно говорить об отправке повесток в электронном виде. И даже при этом проблема, что человек просто поменяет номер телефона или передаст его жене, ребенку, в любовнице, другу или еще кому-то, никуда не исчезает. По примеру судов могу сказать, что да, действительно, в последнее время в судах стала популярна тема, когда повестки в суд приходят по СМС или в Вайбере или в ДИИ. Но это происходит тогда, когда сам человек в исковом заявлении в суд указал данный номер телефона или электронной почты как контактный, а чаще еще и дал согласие на получение повесток в электронном виде. А мы, как адвокаты, вообще в электронный суд входим при помощи электронной цифровой подписи, что исключает вариант, что это сделал кто-то там другой за нас. И для этого разработана специальная правовая база, чтобы это все внедрить. В случае же с электронными повестками в мессенджеры, такой правовой базы нету. И вообще базы никакой нет. Ни правовой, ни фактической для реализации данного проекта. И если начать ее разрабатывать, вот прямо вот сейчас, то, на мой взгляд, это займет точно не меньше года. По крайней мере, так говорили некоторые там представители нашей власти. А там посмотрим. Всяких сюрпризов от нашего государства тоже можно ждать. Законны ли повестки в мессенджерах и нужно ли по ним являться венком? Любые повестки в мессенджерах, повестки в Viber, Telegram незаконны. Повестки в DE пока никто не получает, они туда не приходят. А незаконны они потому, что нет правовой базы для их внедрения. Никакой. На данный момент даже нет законопроекта о повестках в мессенджерах. На данный момент законно врученной повесткой считается та, которая вручена вам в руки лично под роспись, или та, которую вы получили по почте, или лично вы, причем именно действительно, вот вы получили, подписались в почтовом уведомлении, ни мама, ни сосед, и тогда да. Никакие повестки в Viber, наклеенные на забор, на лоб кому-то, кинутые в почтовый ящик или всунутые в дверь, они незаконны. А это означает, что по таким ненадлежащим образом врученным повесткам в военкомат можно не являться. И за это, за неявку вас не могут привлечь никакой ответственности и даже выписать административный штраф. И действует это до тех пор, пока не разработают какую-нибудь законодательную базу для того, чтобы наши ДЦК и ИСП могли отправлять электронные повестки. Дорогие слушатели, а кто-то из вас уже получал повестки в электронном виде? Расскажите о том, как все было. В этом видео я рассказала про электронные повестки в военкомат, повестки в мессенджерах и повестки в ДИА, которых все сейчас боятся. Обсудим, насколько это реально и какие возможности и проблемы существуют на данном пути. Также на данном канале есть видео о том, как не получить повестку законно, что делать, если вас насильно тащат в военкомат, об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации и просто об ответственности за неявку по повестке, про основные уловки военкомата и про то, что делать, если не признают отсрочку. Советую всем ознакомиться. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании видео. Меня это будет мотивировать для выпуска новых интересных видео для вас. Также буду рада любым комментариям, по возможности отвечу всем. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели увидеть новый видеоматериал, пишите, все пожелания будут учтены. И с вами была я, адвокат Вера Тарасенко. Итак, я просил разослать повестки в электронном виде, требую отчет, предоставляю полный отчет. У нас на районе тысячи человек было разослано тысячу электронных повесток. 700 из них не дошли до адресата, потому что была сменена сим-карта. На 100 из них ответили какие-то дети и начали какие-то там воинственные мультяшки слать мне в ответ. На 100 из них мне ответил грозный какой-то мужчина и сказал, что это ненадлежащее уведомление и что по электронным повесткам он никуда являться не должен. А еще на 100 мне ответила какая-то странная женщина, сказала, Котик, приходи, только не говори жене.